Сегодня я сыграю за Римскую Республику и начну восстанавливать Римскую Империю в Age of Civilization 3. Новая стартовая дата, 206-4 год до Рождества Христова. И, конечно же, новая карта. Это мод, который не так давно вышел, и вы мне его советовали заценить. Я одну из самых стартовых дат выбрал. У нас здесь не весь мир осредоточен на Европе, и это период Первой Пунической Войны, где мы должны будем сражаться с Карфагеном, показать, кто тут главный в этом мире, и запустить цепочку доминирования Римской Империи над всеми соседями. У нас тут есть как раз возможность сформировать новую цивилизацию в лице Римской Империи, захватив все вот эти вот территории. Требования немаленькие, учитывайте, что здесь еще и провинции больше, так как этот мод расширяет карту. Ну и давайте постепенно погружаться. Сейчас буду модернизировать нашу экономику, нанимать новую армию, наших гоплитов, пехотинцев и прачников улучшать, и, конечно же, искать союзников, с которыми вместе мы пойдем в светлое будущее. Свои интересные идеи, где мне сыграть, и за кого, и с какой целью, оставляйте в комменты, я их все читаю и стараюсь воплощать. Зацените наше исследование. Точнее, почти полное их отсутствие. У нас только библиотеки, гоплиты, тяжелая пехота, у нас даже лучников нет. Нет, ирригация не прокачана, никаких тебе катапульт. Ух-ух-ух-ух, ну что ж, ладно, давайте прям с нуля подниматься. Основные постройки на добычу оливок, также на рисовые поля мы с вами возвели. Теперь я взял фермы и вкачиваю столицу, развивая здесь экономику. Также накопленные деньги я трачу постепенно на библиотеке, чтобы у нас максимально эффективно шли исследования. Вложимся сначала в сельское хозяйство и науку, а потом уже подумаем о расширениях. На нас тут осмелели противники напасть, но зря они это делали. Первую армию я уничтожил. Сейчас еще со второй разберемся. Давайте только чуть восстановимся. И они сами на нас напали. Идеально, сразу же. В ответочку идем, добиваем. Не даем им никаких шансов. Отлично. Если что, на нас напали вот эти вот две страны. Неприятно, не поспоришь. Но благодаря тому, что мы их армию уничтожили в битве, нам сейчас немножко проще. Главное сейчас забрать столицу. Уже будет на нашей стороне военный счет. И, наверное, стоит разбить вражескую армию, которая здесь потихонечку нанимается. Да, вот смотри. Уничтожаем здесь. Сюда идем. Все, красиво. Ловим еще армию, которая здесь собирается. И 85% счета. Нам остается буквально чуть-чуть забрать. Все, соточка. И знаете, что самое? Прикольно, я могу удвигать претензии. В том числе на территории союзника теперь. Вышел официальный мод от самого разработчика. И мы можем забрать все территории. Агрессивное расширение не такое большое. Также давайте денюжки возьмем. Потребуем военную репарацию и смену религии. Все. Принуждаем. Поотверждаем. Вот так вот. Наша первая победа. Притом, я не хотел на них нападать. Я хотел еще развиваться. Но они сами пришли к нам в гости. Не оставив нам никакого выбора. Поэтому мы их забрали. Давайте теперь. Ох. Ох. По религии хотя бы все хорошо. Но по претензиям. Не быстрое дело. Но сейчас все это занационализируем. Территории здесь небогатые. Приносят мало. Но нам надо было сделать первую победу. А сейчас позвольте вас познакомить с Купи Кодом. Он позволит в внешних условиях как и Steam аккаунт пополнить. Так купить игру себе гифтом. Притом, само пополнение достаточно простое. Вы просто вводите свой логин. Нужную вам сумму для пополнения. Не забывайте ввести мой промокод. Он снизит комиссию на 2% на пополнение. И на целых 5% на покупку игр гифтом. Если что, промокод на экране и также в описании. Ну и после вы нажимаете оплатить. И через время деньги уже на вашем аккаунте. Кроме пополнения вы можете игру гифтом купить. Здесь есть один уникальный раздел. Недоступный в РФ. Это те игры, которые вы не найдете в самом Steam. Но с помощью Купи Кода вы сможете их приобрести на свой аккаунт. Без особых заморочек. Ссылка на Купи Код будет в описании. Там же и промокод. Заходите. Радуйте себя новыми играми. И также заглядывайте периодически к ним на сайт. У них часто проходят разные акции. Где можно выиграть игры. Так что участвуйте. Мало ли вам повезет. Небольшие улучшения. И мы уже добираемся до военной академии. Улучшаем ее. Получаем больше полков. А самое важное. Плюс один к атаке и к защите. Учитывая, что у них всего было 12-12. Это существенная поддержка. Достигли великого развития. Активного роста. Также смотрите-ка. Новый закон у нас доступен. Отчеканенные монеты. В 117 году до нашей эры. Мы уже берем. Бюджет неплохой. Армия в 35 тысяч солдат. В том числе с катапультами, с прачниками. И самое важное. Мы сейчас исследуем лучников. Чтобы улучшить прачников. А потом еще и довести все это до стрельцов. Модернизируем нашу армию. И потом уже будем удивлять всех соседей. В 62 году до нашей эры. Заключили союз с Македонией. Ну и погнали. Пора уже захватывать наших соседей. Объявляем конфликт. И вперед. Искать проблемы на одно место. На нас нападают сразу же. Но проигрывают. Вот это сумма верены с их стороны. Так. Еще один раз откинули. Давай дальше. Поймаем до конца армию. Опа. Здесь другую армию случайно поймали. И... Фух. Выжили. Добиваем. Нет. Еще отступает. Давай догоним. Все. Теперь мы полностью уничтожили их армию. И можем даже не сражаться с последней. Прямо сейчас идти в мир. Интересно здесь то, что нам доступна. Вот эта территория. Выдвигаем на нее требования. И также территория вот здесь вот. Воу. Мы к Карфагену подселяемся. А давай. А это звучит интересно. Военные репарации. Смена религия. Карфаген теперь явно нами недоволен. Но благодаря военному союзу с Македонией, я думаю, мы сможем его сдержать от агрессии. Ну и сейчас давайте много-много денег на национализацию всех этих территорий. А также на выполнение миссии. Расширение своих земель. Больше очков наследия. Людских ресурсов. Красота. Выходим как раз на приятные границы по реке. И ослабляем соседние племена. Девятый год нашей эры уже. И мы открыли мечников. Очень хорошие войска. Давайте-ка сейчас модернизируем нашу армию. И вы просто зацените. 14-16. Теперь уже 20-18. Наравне с копейщиками идем. Надо еще стрельцов, катапульты поулучшать. У нас как раз вон три бушета теперь доступны. А тут вот арбалетчики. Мне кажется, или мы немножко опережаем время. Следующий конфликт у меня с сиракузами. Хочу их подчинить под свой контроль. И у нас это с вами выходит. Поджимаемся так к Карфагену, который, между прочим, тоже не так прост. Мы же к нему подселились. А он каким-то образом вот здесь вот территория получил. Очень красивая граница. Но ничего, рано или поздно мы в Великой Битве решим, кто сильнее. И подправим это недоразумение. Кстати, хотите самое интересное? У нас церковные школы в Риме. Но они уже меняются на королевское и дворянское покровительство. Наконец-таки экономика идет в рост. А связано это с тем, что у нас открылись. Наконец-таки в экономических зданиях. Мастерские. Видите, эффективность производства плюс семь с половиной. Экономика плюс три и четыре. И сейчас те территории, где у нас были рисовые фермы, рыбацкие причалы, охотничьи угодья, фермы. Ой, кстати, у нас фарфоровые мастерские, лесозаготовки открылись. Ооо, давай сюда. Погнали все это добро строить. Сейчас экономика нашего Рима начнет расти в гору, в гору и в гору. И без всяких захватов опередим всех соседей. Декабрь 175 года и на нас решили напасть варвары. Ух, осмелели ребятки. Ну давай, выдвигаемся. Ничего себе у них там армия, посмотри-ка. Кажется, они сейчас пойдут на нашу территорию. Ну-ка, готовимся. А, что, серьезно? Хех. Ну реально, просто варвары. Не обдуманно как-то решили на нас напасть. Погнали. Все, уничтожили хармию. И это победа. Нанимаю еще один легион. И теперь у нас 72 тысячи солдат. Я думаю, готовы выдвинуться в гости к соседям. А в частности, я хочу наконец-таки разобраться с Карфагеном. Великая и тяжелая битва, к которой мы сейчас подготовимся. Подкопим еще немного денежек и пойдем в атаку. Ну и вперед. Выбираем себе управление искусственным интеллектом. На фланговые маневры. И Карфаген, держи. В гости к тебе иду. О, сразу же смотри, как осады пошли. Первая битва и ох, мы проигрываем. А почему? А потому что моя армия решила разделиться. Это, кстати, плохое дело. Ладно, возьмем тогда сейчас под свою контроль армию. Это, как я понимаю, рискованно слишком отдавать под управление искусственного интеллекта. Давай на подкрепу. Отлично. Смогли уничтожить их армию. Сейчас давайте уничтожим окончательно. Есть. Минус одна армия. И минус вторая армия. Нет, еще живая. Давай еще бой. Все. Обе армии уничтожены. Рекрутов у нас, правда, не осталось. Но это не проблема. Еще армия. Фух, успел, кстати, сейчас очень вовремя прийти на поддержку. Иначе бы они полностью нас выбили. Теперь давайте аккуратно осадами займемся. Нам надо военный счет приподнять. И желательно в битву особенно не входить. Но на нас напали. Не проблема. Еще одна атака на нас идет. Счет 79, 80, 81. Рекрутов нет и нет. Давай отступаем дальше. На захваты новых территорий. Еще один бой. Еще один бой. И все, 93. Мы победили. Ху-ху-ху-ху-ху. Это просто жесть. Смотрите, 180 тысяч потерь у Карфагена. 70 у нас. Учитывайте, что... Ну, хотя ладно, уже, наверное, рекрутов много, да? Я думаю. Ой, подожди, что? 99 лет советникам. 77 правителю. А я не знал, что тогда были такими долгожителями. Вот, видите, если бы Рим сохранился, то все бы так долго жили. Но давайте, наконец-таки, мириться. Выдвигаем требования. У нас не так уж и много лимита агрессивного расширения, поэтому уже захват этих территорий 89,9 делает. Плюсом к этому у нас и очков на дальнейший захват не остается. Ну, давайте что-нибудь вот здесь вот, чтобы чисто подровнять территорию. И выгнали, наконец-таки, Карфаген, чтобы никакой Ганнибал не обошел и не зашел никуда. Остается теперь их выкинуть только с островов, а потом уже прийти к ним в гости и разрушить Карфаген, сделав его полностью своим. Но, правда, цена конфликта, да. Такая, что армия у нас теперь, можно сказать, нет. Долго будем рекрутов восстанавливать, но мы можем себе позволить обслуживание армии на максимум, чтобы больше людских ресурсов было. И на деньги сейчас, которые у нас накопились, увеличим прирост рекрутов. А то как-то армия сильная, но пару битв, и все. Никого не остается. Указ о колониальном расширении. 329 год. И теперь мы, наконец-таки, можем делать колонии. Я могу начать делать колонии в Питере. Цель получена, и давайте. Наймем первых поселенцев. Давайте отправим, они сейчас приплывут, им не так уж и долго плыть, и попытаемся, сможем ли мы Питер все-таки заколонизировать или нет. Видишь, неосвоенная земля. Не дают нам на нее засесть? Эх, и толку тогда от нашей колонизации? Если нам не дают, да, в эти территории прийти. А я так надеюсь, что мы сможем сделать свои колонии в Питере. Но не судьба. А не, подожди. Судьба? Да, это я не принял реформу. Все. Ну-ка. А, нет. Тоже никак не влияет. Я думаю, за не приняты реформы так. А нет. Разницы нет. Кстати, не удивляйтесь такой быстрой дате. Дело в том, что здесь один ход 7 дней. Поэтому у нас уже 699 лет сыграно. На деле, играя в обычную Чо Фистере, столько бы времени не прошло. Так, я наконец-таки увеличил армию. Сделал более-менее их идентичными. Правда, самое прикольное, что у нас ширина боевого построения в столь ранний период равносильно почти максимальной в этой игре. Надо еще заполнить будет авангардом. Вторую линию также заполнить до конца. И я думаю, мы сможем выигрывать все основные битвы и даже пойти в сражение против коалиций. Агрессивное расширение уже сейчас немаленькое. Но мы можем себе, наверное, его позволить поднять и до соточки. Как раз, сделав вторую великую биту с Карфагеном. И, наконец-таки, его уничтожить. Армию я привел. Ну и давайте, Карфаген, держи нас в гости. Ох, у него союзы-то хорошие. С Египтом в союзниках. Я удивлен, конечно, таким раскладом. Но ладно, погнали в любом случае на столицу. Эту армию тоже будем держать рядышком на всякий случай. Опа. Всю армию уничтожили. Хорош. Серьезно. Да. Воу. В ноль прям. Вот это мы красавцы. Подожди, на нашу территорию кто-нибудь заходит? Ну тут разве что только небольшой противник и все. Еще давай здесь закроем острова. Тоже, чтобы стали нашими. И. Опа. Только что битва от Египта была. Но мы выдержали эту атаку. Еще здесь какая-то армия. Еще одна атака, да, смотри. И они полностью тоже уничтожены. Все. Вот это красиво. Еще один раз Египет нас атакует. Уничтожен. Давай сюда. Ну все. Мы просто, знаешь, чистое преимущество по армиям. Никто не может ничего против нас сделать. Вон еще армия одна идет. Тут надо быть, кстати, аккуратнее. Собираем армию Карфагена. И. Египет еще раз на нас напал. Еще одна атака. 92% вклад. Все. 26 тысяч против 165. Ну и я могу уверенно выдвигать требования на Карфаген. Я хочу его полностью. Но, к сожалению, счета пока не хватает. Хватит лишь на вот эти вот земли. Но в любом случае, все острова наши. Сам Карфаген и прилегающие к нему территории тоже принуждаем к этим требованиям. Посмотрите, как Карфаген в наших руках. Правда, он называется здесь Тунис, но неважно. Карфаген с алмазами под нашим контролем. Почти полностью уничтожили нашего основного противника, так еще и заодно Египту показали его место. Нечего даже пытаться выступать против нас. Это следующая цель, с которой мы тоже разберемся. Наступает новая эпоха темных веков. Хм. Интересно, для кого? Видимо, для наших соседей. Учитывая, что мы уверенная первая держава. Правда, по населению смотрите-ка. Что Египет, что Селивкида неплохо так рядышком с нами идут. Так что надо к ним в гости заглянуть. У них, видимо, здесь... Хотя, подожди, народу так мало. 40 тысяч всего. Вау. Это примерно столько же, сколько у нас сейчас в столице. Даже там, в столице у нас 75 тысяч, ух. Но все равно, население растет медленно, со старта его мало. Никакого УМа пока по населению нет. Зато вот есть УМ по экономике, уже 115 доход. Хороший прирост рекрутов. И вполне себе приятный рост наследия очков цивилизации. Ну а исследования у нас тоже на максимуме. И мы уже с вами находимся в оружейных мастерских. Торговые центры скоро берем. Доходим до замков, мануфактур. Да, это все в 500 году. Вот она, сила Рима. Официальное перемирие закончилось. И давайте включаем автоматическое управление искусственного интеллекта. И нападаем на вассала Карфагена. Тем самым и сам Карфаген вступится в биту против нас. Победа. Захват здесь провинции. Ну, конечно, искусственный интеллект армию управляет страну. Он привел эту армию, победил здесь. Но зачем-то ее убрал. Не захватил эти территории. Очень странно себя ведет. Но в любом случае, это победа. Мы выдвигаем требования. И мы можем забирать новые земли. Агрессивное расширение, правда, очень сильно растет. И в скором времени оно обещает стать таким высоким, что на нас, да, в гости пойдут. Ну, оставим вот так вот. Все. Подравняем, наконец-таки, границы и территория. Оставим Карфаген немного лишь здесь, в Иберийском регионе. А все остальное станет нашим. Ура! Очередная победа римских идеалов. Занимаюсь тем, что ровнее границы. И давайте, наконец-таки, на Берберов пойдем. Наши две армии, я думаю, уверенно с ними разберутся. Эм. А, там и Пир немножко отвлекал. Все. Победа. Выдвигаем требования. И самое веселое в этом то, что у нас агрессивное расширение. Больше нужного. Можно еще подлететь и и Пир забрать. А давайте. Можем себе позволить. Можем. Поэтому выдвигаем. Подтверждаем. Все это национализируем. И давайте сразу же еще и на Карфаген. Чтоб долго не ждать, еще и с ним разберемся. Почистим его земля. Все. Моментальная победа. И ооо, на нас Египет напал. Ура! Наконец-таки, началась Великая битва. Давайте здесь миримся. Заберем под себя Карфаген и все его территории. Также давай немножко деньжат. Военные репарации. Подтверждаем. Все. Это победа. Но сейчас у нас очень сложная битва будет. Здесь. Против Египта и всех его союзников. Если что, вот. Все соседи на нас напали. Вы посмотрите. Это первая Великая Коалиционная битва. Здесь так просто мы уже скорее всего не победим. Но. Можно не переживать. Армия у нас вроде как хорошая. Да. И вы посмотрите. Просто уничтожаем вражеские армии. Ух. Хорош. Смотри. Одна битва. Вторая. Третья. Но правда счет-то не на нашей стороне. Потому что видишь, как осаду наших территорий активно ведут. Да. Не очень весело. Видимо надо брать под свое управление. А то такими темпами мы далеко не уйдем. Управление искусственным интеллектом убираем. И пошли на осаду вражеской столицы. Нам не так важно всякую мелочь здесь забирать. Гораздо важнее сейчас разобраться с самим Египтом. Ну и конечно же не допустить захвата своих территорий. Это тоже было бы важным делом. Поэтому давайте откинем всех тех, кто сюда пытается высадиться. Очень много стран. Это конечно неудобно. Видишь какая здесь осада с севера. В это время мы здесь, в Египте сражаемся. Уничтожаем вражескую армию. В целом пока неплохо. Наконец-таки осаждаем противника. Ему от этого тяжело. Ооо. Уничтожаемся армией здесь. Отхватываем территорию обратно. Ну это просто жесть какая-то. Если бы не наше превосходство в армии, мы бы уже здесь погибли. Да, на нас бой идет. Побеждаем, побеждаем. Просто в ноль уничтожаем вражеские армии. Избирательная служба. Хорошо. Ооо, здесь продолжаем осады, здесь сражения. У нас армия сильнее, но у них столько войск. Это просто как букашки, знаешь, какие-то ползают и пытаются нам мешаться раз за разом. Уничтожаем, уничтожаем. Да, я не знаю откуда у них хватает рекрутов, учитывая, что мы каждый раз армию-то выпиливаем. Но они все равно вновь и вновь возвращаются. Как ни в чем не бывало. А здесь еще и армию отхватывают. Нет. Не дам я тебе обратно забрать территорию. Подожди. Да что ж ты будешь делать-то? Есть контакт. Все, так-то мы можем на Белый мир выходить. Но, учитывая то, как мы страдаем, Белый мир, это было бы немного странно. Потихонечку, потихонечку приближаемся к победе. Давай, здесь еще на осады. Здесь уже смотри, как наша территория страдает. Ну и я думаю, можно все-таки уже поставить, наверное, автоплан. Хотя не знаю, они сейчас, наверное, с этим автопланом опять начнут бегать не туда. Но давай проверим. Вот куда наша армия после этого отправится? Че они будут делать? Уничтожать вражеские армии? Но это счета почти не дает, видишь? То есть это вообще по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть прирост. Хватит мне такого веселья. Он просто уничтожает армию, не достигая никакой победы, по сути. Он за это время как раз отбивает земли. Надо самостоятельно все-таки сражаться. Мало двух армий для Великой Коалиционной, чтобы легко здесь побеждать. Надо больше войск. Но ничего, сейчас потихонечку здесь одержим победу. Уже 62, 63. Нам, по сути-то, надо Египет выбить. Ой, ну в это время бы самим еще выжить. У нас уже, посмотрите, сколько территорий под вражеским контролем. Ладно, хоть Рим пока не захватили, но все равно неприятно. Все. Ай-яй-яй, 91 на время. Все, 92. Ух, выдвигаем требования. Наконец-таки мы победили. Это было долго, но мы справились. И самое приятное, что я могу себе позволить, да? Забрать все эти земли. Вы посмотрите, 29 тысяч очков. Бамс. 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 Воу-воу-воу-воу-воу. Вы просто 700 расширения. Вы 700. Я ж не выдержу это. Не, ну, ладно. Выдвигаем, подтверждаем. И просто 17 тысяч надо на то, чтобы национализировать те вот эти вот земли. Ух, ну самое неприятное, что сейчас пойдет вторая осада. Точнее, как осада. Коалиционная. Потому что мы слишком много территорий забрали под свой контроль. Ох, но мы победили. Вы посмотрите, сколько земель теперь. И все это под нашим контролем. Давайте закон о призыве под такую тему поменяем. Ну и копим-копим ресурсы на новую национализацию территории. А также надо не забыть об усталости, которая уже очень большая. Стабильность цивилизации маленькая, поэтому сейчас придется делать вот так вот. И давить всех повстанцев. Вот теперь мы напоминаем Римскую империю. Огромные территории, куча повстанцев, недовольных. О, отыгрыш. Пошел. И самое интересное, что у нас уже не осталось соперников, которых мы можем выбрать. Вау. А вот это неплохо. Мы всех разорвали. Если что, я сейчас беру активные претензии на все территории. Я взял займ один. Мы себе можем это позволить. Он постепенно-постепенно уменьшается. Сейчас этот займ выплатим. За это время наша экономика тоже улучшается. Все территории становятся национальными. И благодаря этому у нас доход растет, растет и растет. Все, займ выплатили. Ура. Да, инфляцию давайте тоже уберем. И все, экономик уже в 300 доход. Пакт о ненападении с кельтами. Давай. Они боятся нас. Улучшаем столицу. Улучшаем военную академию. У нас прям всестороннее развитие. Но неудивительно. После захвата это такого количества территорий. Чтобы быстрее все это успокоить. Посмотрите, как быстро теперь падают революционные движения. Я снизил налоги. У нас низкое налогообложение. И благодаря этому беспорядке минус 0,5 в месяц. При этом на бюджете, смотрите. 30 монеток. 20. Вообще не проблема. Налоги это не наш основной доход. Поэтому можем не переживать. И в это время у нас, смотрите, новая армия. 84 тысячи. Ну неудивительно, у нас столик и территорий. И нам как-никак стоит их удерживать под своим контролем. Погнали. Кто тут еще дружественные все? Что? Серьезно поддерживающие? Нитра. А-а-а. С нами все почти в хороших отношениях. Вот почему никто особо с нами сражаться-то не хочет. Ну ничего. Мы сейчас это дело исправим. Подождите. Оскорбление. Оскорбление. Так вот понемножку, понемножку дооскорбляли. И теперь наша армия, я думаю, справится. Да. Просто заберем страны, которые внутри наших земель, чтобы потом уже не отвлекаться на этот фронт. Все станет нашим. И нам же потом будет проще. Небольшой поход на север. Заберем сейчас датские и шведские территории. А тут у нас кто? Еще одна страна, да? С кучей союзников. Хотя не, не с кучей. Давай. Нападем на них, а то границы не очень удобные. Давай. Наша армия как раз рядышком. Все. Победа. О, еще одна коалиция пошла. Ура. Наконец-таки я этого дождался. Новая коалиционная. А на сей раз нас чем удивят? Учитывая, что мы и так до этого сражались против всего мира. О, селевкиды. Ух, ух, ух. Все соседи на нас. Все на нас. А где наша армия? Он без командующего, кстати. Плохо дело. Надо командующего вернуть. И что у нас тут выходит? Ну, 3% уже есть вклад. Кто на нас, кстати, напал? А, селевкиды сами по себе. Ух. Сколько осад, смотри. Ну, нам сейчас будет тяжело. Но ничего. Мы сейчас придем к самим селевкидам и, я думаю, справимся. Опять же, под свое управление возьмем, потому что надеется сейчас на искусственный интеллект. Не стоит. Он на шарами просто во все стороны возит. Куда только может. Поэтому, опять же, отключаем автоуправление и идем сами бить селевкидов. 51% вклада уже есть. Идеально. Мы тут и в битвах с вами неплохо себя показали. Здесь на осадах тоже. Правда, надо понимать, что противник тоже непросто. У него слишком много войск, и мои территории, ну, страдают. Просто большая часть Рима захвачена. Но ничего, мы не сдаемся. Наши легионы продолжают свою миссию, несмотря на все проблемы. Вперед, вперед, вперед к победе. Здесь тоже армию уничтожаем. Ух. О, во, во, во. Посмотри, сколько войск сразу же попытались нас здесь уничтожить. Но лучше бы они этого не делали. Но не спорю, конфликт, конечно, хороший. Посмотрите, миллион сто потерь. Вы прикиньте просто, в 553 году миллион потерь. Да это ж какой процент от всего населения Земли? Ну, точнее, в данном случае не всей Земли, а Европы и немного территории Азии. Но все равно, это ж расклад явно не из самых приятных. А они с нами так спокойно сражаются. Им явно хорошо. Но что-то как-то знаешь, даже то, что я отбираю свои территории, уже особо не играет роли. А вот бои играют роль. 8-7 процентов. Все. Сейчас будет победа в скором времени. 89. Нам еще чуть-чуть осталось. 91. Все. Миллион сто потерь. Фух. Выдвигаем требования. Знаете, что самое приятное? Сюда. 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 И вот здесь вот еще надо. Вот эти территории. А вот здесь вот. И вот тут вот. Почти все территории противников. Точнее, как противников. Стран, которые в этом мире есть, уже под нашим контролем. Забираем. Фух. Мирный договор 553 года. Самое приятное, что у нас немножко так военная усталость. Но мы ее сбавляем. Агрессивное расширение небольшое. Стабильность неприятная. Но она сейчас улучшится. И давайте. 17 тысяч надо сюда. Еще 6 тысяч подкопить. И мы все территории новые занационализируем. И нам, наверное, осталось всего несколько битв финальных до полной победы. Берем бумажную валюту в 558 году. И я думаю, самое время сейчас идти в следующую битву. А именно, немножко почистить Британию. Отправляем оскорбления. Нападаем. Вперед. Земли Британии станут нашими. Полностью нашими. Всех отсюда выкинем. Подтверждаем. Благо, денег много. Кстати, надо займу брать. Который я брал. Все, теперь мы ничего не должны. Ну и сразу же дальше. Нападаем. Раз уж армия пришла, со всеми сразу же разберемся, чтобы потом не отвлекаться. Верно? Верно. Правда в это время. О, Персидская империя на нас напала. Хорош. И это, конечно, небольшая проблема, учитывая то, что наша армия теперь вся решила отвлечься на Персидскую империю. Ох. Ну, у нас, конечно, много армии, но все равно они сейчас будут очень странно себя вести. Да, они это и делают. Они максимально странно бегают. О, посмотрите, это они даже не понимают, что хотят. Опять придется все брать в свои руки. Я понял. Хорошо. Ладно, давайте. А то что-то как-то лишь нас остаждают, а счет растет не так же быстро. Хотя, смотри-ка, мои армии все равно справляются. 64, 66. Ну-ка, подожди. Новая пехота. Давай, линейная пехота. Ну, шкетеры. 70. Все. Они справляются все-таки сами. Да, теперь армии достаточно. Сейчас будет мир. Мы, конечно, потеряли немалую часть территории, но вы по армиям посмотрите. Опять миллион двести потерь. Эм, ну, Рим немножко это, поддерживает численность населения на том значении, чтобы у нас проблемы с питанием, видимо, не было. Прибалтика вся наша, здесь территория. Ух, 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 ох, все. Да ведь? Или, а нет, еще отсюда напали, логично. Забираем еще все земли здесь и подтверждаем. Просто 11 тысяч сюда, на базу. Еще осталось несколько конфликтов и совсем чуть-чуть странно, вы посмотрите. Все, сейчас скоро захватим все необходимые территории. А, на нас еще один конфликт, серьезно? Я тут, главное, завершаю вот эту битву, которая была, а на меня еще один конфликт. Оставшиеся страны решили, что пора объединиться. Знаете, уже поздно. А это что за... это что за значки? Это мор или это... или это что? Ладно, это очень странно выглядит. Но в любом случае мы справились, 23% счет. Сейчас последние территории станут нашими. Давайте национализацию здесь. Ну и все, наши 5 армии, я думаю, разберутся уж со всякой мелочью, которая здесь осталась. Давай, вперед. Очень странно себя ведет. Нет бы до конца захватить, да? Ходит просто освобождает. Ну ладно, в любом случае это будет победа. 80 вклад, 93. Все, давайте мириться. Ура! Делаем теперь национализацию и даже 7 территорий с другой верой. Получается все? Получается все. Только Римская империя. Ну, поточнее как. Республика, которая сейчас волшебным образом станет Римской империей. Та-дам! Сформировать Рим. Римская империя сделана. 567 год нашей эры уже. Вроде бы поздновато, но зато Рим стабильный, сильный и непобедимый. Все страны покорены и Рим един. Все противники, как прошлые, так настоящие, так и будущие возможные, уничтожены и захвачены. Хороший бюджет. А самое приятное, что стабильность в целом-то хорошая. Снижаем военную усталость. И, как вы видите, все революционные движения всего на все в 90 провинциях сразу уменьшаются. А сейчас еще пройдет и национализация всех земель, и проблем вообще не будет. К этому моменту наш Рим уже дошел до тяжелой кавалерии, до опытной линейной пехоты, как ты видишь, уже артиллерия, профессиональная постоянная армия здесь рядышком. То есть период уже Первой мировой почти. Всего-то с опережением в тысячу с лишним лет. Вот оно, величие Рима. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Поддержите его своим лайком и комментом. Мы и ачивку взяли и сделали. Рим. До скорых встреч в новых видео. Надолго не прощаюсь.